Ну что, друзья, опять я вынужден вам показывать свой стол, потому что я хотел сделать обзор непосредственно, знаете о чем? Хотел сделать обзор о треноге, то есть о гибком мини-штативе для мобильных телефонов, он еще называется трипод. Но вы знаете, он у меня стоит прям, ну то есть мой телефон, грубо говоря, он просто стоит вот на этой штуке. И я, как вам я ее покажу? Вот так вот, смотрите, вот такая вот прикольная вещь. Ладно, давайте сейчас сделаем по-другому, ну качество вы видите, да, такое прикольное. Давайте посмотрим, как это выглядит на самом деле. Отключим и посмотрим. Ребят, вот такой вот трипод, он выглядит вот таким образом, вот таким вот образом. Он пришел вот с такой вот штукой раздвижной, специально для мобильных телефонов. Я прочитал отзывы, некоторые товарищи жаловались, что этой штуки самой, вот этой вот штучки не было. Но в моем варианте, как бы она есть. Вы все знаете, что это такое, ее можно мять, закручивать вокруг деревьев, вешать, там допустим, как-то на стол ее можно. Вот так вот за стол там зацепил, эти согнул, ножки они гнутся во все стороны, да. Ну и соответственно, вот так вот он будет висеть и боком вас будет снимать. Ну, я думаю, это может быть даже и интересно. Сделан из таких вот шариков, наверное, там какая-то проволока повышенной прочности, я не знаю, что там, но может быть и нет. Может быть там просто какие-то металлические, металлический какой-то шнур, вот, закрепленный этими гаечками. Поэтому с ним ничего не будет никогда, вот, ну, как я так думаю. Значит, в этом месте у него вот здесь вот есть крепление, для того, чтобы сама вот эта вот головка, чтобы с ней можно было как-то бороться. Нажимается, значит, мы нажимаем и двигаем эту штуку. А, мы его даже и не двигаем, это специальный башмак. А как-то я еще, видите, а я еще как-то там двигал его. А, он просто так вот, без всякого, он берется и так, вот так вот берется, он и двигается. То есть без проблем, ну, верхняя часть вот эта, без проблем, можно вот на таком небольшом, совсем небольшом штативчике, можно, можно спокойно показывать, вот, поверхность стола и под столом какой-то предмет рассматривать вполне элементарно, и это будет, ну, достаточно качественно. Что хочу сказать об этом штативе, давайте я вам немножечко расскажу. Значит, так, что он из себя представляет. Вот такая вот, значит, хренотень. Значит, он должен работать, значит, именно с легким весом, не более, не больше там каких-то там мобильных телефонов. В принципе, тут написано даже Samsung, HTC Nokia, Sony. Ну, в общем, я так полагаю, что с любыми, которые там не весят 3 килограмма, там, 2 килограмма, то есть какие-то 150-200 грамм он спокойно выдерживает. Значит, вес самого продукта, вот этой штуки, 66 грамм, размер вы видите, вот, ну, я так полагаю, зачитывать просто не нужно. Значит, ему нужна твердая какая-то поверхность, либо, в принципе, любая другая, за которую он может, как бы, зацепиться любым вот таким изворотливым способом. Идеально подходит для съемки, фото и видео. Также можно делать селфи, ну, и снимать себя любимого, себя любимого, точно так же. Все это будет довольно четко, да, четко смотреться и уверенно стоять. Теперь нам не нужны руки, чтобы держать самим этот телефон и чтобы, как бы, снимать себя, либо какой-то продукт. Так, вот такая вот съемная, как вы уже поняли, такая же съемная вот штука. Как она у меня снялась, хрен его знает. Ну, в общем, как-то снялась, я потом ее зафигачу. Вот. Ну, и ее, естественно, материал это пластик. Что тут еще? Ну, в принципе, все. Больше производитель содержания пакета еще говорит. Это вот одна такая штука и одна вот такая штука. Ну, это правда, ребята. Больше мне ничего не пришло. К сожалению, никто мне ничего не прислал. Так что, друзья, давайте. Как? Ну, тут даже не знаю, что можно прикрутить, так прикрепить, а вот так вот можно. То есть, объективчик стоит, весит довольно, ну, знаете, наверное, да, довольно тяжелую. Давайте даже посмотрим, сколько весит наш объективчик. Так, сейчас мы сделаем, поставим на zero. Вот, поставили, смотрим. Объективчик 160, 170, 168 грамм, да? Мы ставим наш объективчик сюда, и мы видим, что, в принципе, все качественно держится, никуда он не падает. Дальше я хотел измерить свою камеру, фотокамеру. Давайте мы посмотрим, сколько же она весит. Ну, так, абстрактно. Абстрактно она весит 1 килограмм 252 грамма. И, как вы поняли, сейчас я планирую эту штуку сюда зафигачить. Что я для этого буду делать? Я сейчас скручу здесь сам болт. Вот такая вот хренатень. Я, правда, не знаю, войдет ли он сюда или нет. Но попытка не пытка, нет, он не войдет. К сожалению, ну, в смысле он войдет, но толщина, насколько я понимаю, разная. Сейчас посмотрим. Ха-ха, ребяточки. Нет, должно подойти. Давайте будем тогда смотреть, как это будет выглядеть. Так, ну, что я хочу сказать. Я поместил сюда. Ну, и, конечно, как вы понимаете, к сожалению... Ай, к сожалению, к сожалению, к сожалению, к сожалению, день рождения. В общем, полтора килограмма, конечно, не держит. Видите, как он распластался, как баба на сене. Ну, в общем, к сожалению, ничего не получилось, но эксперимент, я думаю, удался. Вот. Вот так вот его скукожило, скорежило там и все такое. В общем, не знаю. Конечно же, я использую для этого, для этой камеры другой объектив. Он большой, высокий. Вот. А вот эта вещь, вот эта непосредственная вещь, ну, что я хочу сказать. Она будет служить верой и правдой. Я буду снимать на него обзоры моих товаров и моих продуктов. Друзья, ну, что я могу сказать. Всем спасибо, кто посмотрел, поржал. Всем спасибо, все свободны. Ставим лайки и всем счастья, удачи, пока. Субтитры сделал DimaTorzok